Добрый вечер, приветствую вас в очередном выпуске программы по русски с немецким акцентом. Сегодня с нами известный человек на связи в Москве, Станислав Бельковский. Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер. Станислав, как вас представить? Вы очень известны, я уже говорил, но вы сейчас как бы в новом качестве. Вы как бы главный советник Ксении Собчак на выборах, не так ли? Ну, я не совсем главный советник, моя должность называется главный политический эксперт штаба Ксении Собчак. У нее есть и другие советники, по главнее меня, например, руководитель ее штаба Игоря Малошенко. Но это все-таки не главное мое поприще. Главное мое поприще было и остается публицист. То есть вы не совсем перешли туда, вы все-таки остались тем, кому мы знаем. Но, Станислав, вы много говорили и писали о том, что вы сами думаете, не выдвинут ли свою кандидатуру. Мы уже готовились, думали, вот Станислав Бельковский такой тяжеловес в единоборстве с Владимиром Владимировичем. А теперь мы это так не увидим. Почему вы так решили все-таки? Я считаю, что кандидатура Ксении Собчак предпочтительнее. Если бы ее не было на выборах, то, возможно, мой президентский проект получил бы продолжение. То есть я понимаю, что может оптически для мужской части половины предпочтительнее, но вы все-таки более такой политический тяжеловес. Или все-таки это такой стереотип, что Ксения не политический противовес? Ксения – это очень полный, быстро развивающийся политический организм и субъект с реальными амбициями в этой сфере. Причем эти амбиции возникли не сегодня и не вчера, а уже как минимум 7 лет назад, когда мы с ней познакомились. И она действительно хочет быть президентом России. Более того, она как губка впитывает любые идеи, конструкции, которых она не знает. Скажем, Ксения Собчак сегодня это на порядок выше, чем было 7 лет назад, а завтра будет еще на порядок выше, чем сегодня. Поэтому я считаю ее весьма перспективным именно политикой. Вот вы уже говорили ключевое слово. Ксения Собчак действительно хочет стать президентом России. Многие критики в этом сомневаются. Они говорят, что, мол, ее вызвали в Гремль. Говорили им, мол, нужен кандидат, чтобы выборы были более убедительны, и что она, мол, играет эту роль. Как ее советник вы должны это, конечно, опровержать. Но расскажите нам, какой правильный ответ на эти упроки. Я знаю правильный ответ на этот вопрос, поскольку формирование, рост и развитие политических амбиций Ксении Анатольевны Собчак происходило буквально на моих глазах. Нет, она давно решила, что хочет делать политическую карьеру и стать президентом и инициатором всего этого проекта была лично она. Ее не вызывали в Кремль для этого. Многие считают, в том числе я, не скрою это, что это не настоящие выборы, что результат предрешен, потому что административный ресурс и в предвыборной борьбе, допуск на телевидение и прочее, и в самом процессе голосования нечестный. Вы считаете, это честная борьба, в котором участвует Ксения Анатольевна, или вы считаете, все-таки это, скорее всего, инсценировка выборов? Нет, это, конечно, не честные выборы европейского образца. Результат их заведомо известен. Президентом в 2017 году станет Владимир Путин. Вновь. И поэтому две цели, которые официально декларируют и заявляют Ксения Собчак в участии в президентской кампании, это первое, создать плацдарм для победы на президентских выборах в некоем будущем, когда такая победа будет возможна в силу изменения политической системы страны. Второе, обозначить, конечно, новую повестку дня, в которой не смогли бы сформировать другие кандидаты в президент. Расскажите, как эта повестка дня должна выглядеть? Какие темы будет Ксения Собчак выдвигать, которые другие кандидаты не выдвигают? Эта повестка достаточно многообразная, начиная от декоммунизации и десталинизации, включая похороны Владимира Ильича Ленина и запрет Иосифа Виссарионовича Сталина, подобно тому, как в Германии и большинстве других цивилизованных стран запрещен нацизм. Что касается внешней политики, которая может более интересовать нашу уважаемую аудиторию, то это, например, ассоциация с Евросоюзом. Этим путем Россия могла, путем, которым уже пошли Грузия, Молдова и Украина, Россия могла бы пойти весьма быстро и даже опередить своих бывших партнеров по Советскому Союзу, но, естественно, за исключением фронт Балтии, которые уже члены Ельинс. Ну, это буквально революционный такой шаг был бы, Станислав. Настолько я понимаю, сейчас настроения в России совсем другие. Идут передачи на телевидении, где говорят, как Запад готовится нападать на Россию. Только на этой неделе депутат «Единой России» выпустил ролик, где кадеты поют, что они готовы пойти в последний бой за дядю Вову и готовы умираться, дядю Вову. А вы тут избирателям хотите при ближении с Евросоюзом как бы отнять их вместо борьбы до последней патроны. Вы думаете, русский избиратель на данный момент готов на это? На данный момент большинство русского избирателя к этому не готово. Однако к этому готова активная часть общества, 15-20% населения, которая составляет потенциальную базу поддержки Ксении Собчак. А общество в целом будет к этому готово, когда такую позицию займет власть. Когда в России появится власть, которая пойдет на такой риск и выиграет. Поскольку мнение большинства населения в России традиционно зависит от позиции верховной власти. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин в Борисе Годунове, «Я знаю дух народа моего, ему священ пример царя его». Станислав, любой журналист мечтает бить мишу и попасть в какие-то штаб-квартиры, там в ждабе, мишу бить мне не удастся. Но со мной человек, который в этом штабе, расскажите. Не будете открывать военные секреты, конечно. Но расскажите, как можно вести предвыборную борьбу в условиях этих запретов, частичных запретов на телевидение. Это же как боксер с привязанными руками на арену выходит. Как вы стараетесь все-таки чего-то добиться? Вы правы насчет боксера со связанными руками. Но все-таки у нас есть определенные козыри. Первый – это высокая узнаваемость Ксении Собчак. Ее знает свыше 90% населения России. То есть по узнаваемости она приближается к своему основному оппоненту Владимиру Путину. Кроме того, мы живем в новой коммуникативной реальности, где интернет-ресурсы, которые нам доступны, включая и YouTube-канал Ксении Собчак, который вчера нашел работать, причем с моей программой, которая называется «На самом деле». В общем, по популярности мнения уже сопоставимы с федеральными телеканалами. Но при этом, естественно, мы оперируем не в 100% населения, а тем самым в 15-20% составляющим активную и мыслящую его часть, критически настроенную по отношению к существующему режиму и строительству. Вы правильно говорите, что 90% знает Ксению Собчак, но я думаю, что все-таки не все эти 90% ее любят. Я сейчас дипломатично выражаю. Я могу сказать, что поменять знак восприятия с минуса на плюс значительно проще, чем, в принципе, раскрутить кандидата с нуля, чем сделать его известным. Как говорил мой коллега с Украины, прежде чем заработать рейтинг, ты заработай антирейтинг. Это как знаменитое высказывание Генри Кисенча о том, вы можете меня называть кем угодно, он там плохое слово использует, лишь бы вы мою фамилию правильно написали. То есть это из того же разряда, да? То есть вы считаете... Это то, что избиратель сегодня увидит новую Ксению Собчаку. Он увидит ее не ведущий дома два или даже фабрики звезд. Он увидит серьезного политика, создающего на серьезные темы вполне компетентно. И, тем не менее, сейчас в оппозиции очень много, очень сильно критикуют выдвижение ее кандидатуры. Алексей Навальный еще до того, как она объявила окончательно о том, что выдвигается, он записал видеоролик, где он крайне критично высказался по поводу возможной кандидатуры. Он говорил чуть ли не, что это было бы предательство, что это был бы нож в спину, что этим она легитимизировала бы этот спектакль. Как вы отвечаете на такую критику? На мой взгляд, Алексей Навальный человек весьма умный и рациональный. И такой тон его заявлений свидетельствует о том, что его захлестнули эмоции в момент произнесения тех слов и фраз. Он действительно понял, что в лице Ксении Собчак он получает очень серьезного соперника, который разрушает пестуемую или лелеемую концепцию единого безальтернативного лидера оппозиции в его лице. Да и вот это Навальный сказал, что если ты не за Навального, то ты за Путина. И тут появляется Ксения Собчак, который эту схему торпедирует и правильно делает. Потому что я противник любого монополизма, как во власти, так и в оппозиции. Я давно говорил, еще с 2013 года, что Навальный во многом, и по типу мышления, и по типологии своего действия, во многом напоминает молодого Путина, молодой аналог Путина. Финал совершенно не нужно, лучше уж старый Путин, поскольку он так или иначе быстрее уйдет, чем его молодой аналог. И, так сказать, Алексей Анатольевич фактически сам пытался легитимировать эти выборы, поскольку тезис, согласно которому выборы можно будет признать честными случаями участия в них Навального, при том, что все равно выбор остается спектаклем, и финал спектакля известен победой Владимира Путина, это и есть заявка на легитимацию выборов с его стороны, воспроизведение на федеральном уровне того же сценария, который Навальный эксплуатировал на выборах мэра Москвы в 2013 году. Поэтому на что же он жалуется? На то, что собирался сделать сам? А можно таким образом обвинить легитимацию выборов любого их участника, поскольку да, победа Путина предрешена. И что теперь? Если у человека есть политические амбиции и долгосрочные президентские планы, он вполне может и должен участвовать в выборах. Я придерживаюсь такой точки. Так, Станислав, вы меня заинтриговали. Из этого места, пожалуйста, поподробнее. Алексей Навальный похож на молодого Путина. Объясните немцу, которому трудно понять русскую душу. В чем сходство? Тут КГБшник, человек из как бы внутри системы, и тут лутый оппозиционер Навальный. Откройте мне глаза. В начале сентября 2013 года, перед выборами мэра Москвы, я опубликовал в московской газете МК статью, которая называлась «Лучше Путин, чем Навальный», в которой пытался объяснить, что молодой диктатор вместо старого нам не нужен, пусть лучше у Штары остается. В предыдущей умрет. Тогда прогрессивная общественность подвергла меня жесткой критике за этот текст. Но сегодня, четыре года спустя, уже многие из тех, кто вчера меня критиковал, со мной солидарны. Потому что, что предлагает Алексей Навальный? Он предлагает авторитарное правление себя самого. Он объявляет себя единственным уникальным и неповторимым, как и Владимир Путин. Условно говоря, если Путин говорит, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, то то же самое Навальный говорит про себя и оппозицию в России. Алексей Навальный обещает очередную волну репрессий, мести и гонений на тех людей, которые ему не нравятся. И, в принципе, представляет собой классический пример русского тотального сознания, которое построено на неразвлечении моральных, юридических и политических категорий. Грубо говоря, тотальное сознание предполагает, что мой друг хороший человек, а не мой друг нехороший человек, что хорошим человеком может быть только тот человек, который придерживается моих взглядов и поддерживает меня политически, но не мой оппонент. И, наконец, законы распространяются только на плохих людей. Их можно сажать в тюрьмы. А на хороших людей они не распространяются, у них полная презумпция, не просто презумпция невиновности, а полная априори индульгенция на всю. Поэтому мне кажется, что, невзирая на произносимые Навальным лозунги и призывы расправиться с путинской элитой, по смыслу это во многом совпадает с тем, что говорит и делает действующий президент. Ибо коррупция рождается не в силу воли одного человека, она рождается в силу всевластия и бесконтрольности, лидера, который так или иначе окружен своей комариней, своей клиентелой. И поэтому я не считаю Алексея Навального содержательной альтернативой Владимиру Путину. Да, Алексей Навальный человек очень талантливый, и храгматичный, спору нет. Это совершенно мною не оспаривается. Он очень талантливый политик, более того, прирожденный политик. Но в конце концов, и Гитлер был прирожденным политиком, и Гротский был прирожденным политиком. И то, что человек прирожденный политик вовсе не означает, что я должен хотеть видеть такого человека в роли страны. Особенно с нашим кровавым историческим образом. Но он все-таки призывает бороться и разобраться с тем, что сейчас или что за последние годы случилось под верховенством закона. Это все-таки большая разница. Он же не призывает, всех сажат. Но у меня одна вещь у Навального очень заметна для меня была, что он все-таки очень много говорит о социальной программе. Он говорит о том, что он хочет делать для народа. И я у традиционной русской оппозиции всегда вижу отсутствие такого подхода. Там, на мой личный взгляд, слишком много борьбы про власть, и нет альтернативы, нет предложений для людей. Ну, например, там улучшить образование, медицинское обеспечение и прочего. И Ксения Собчак собирается тут что-то делать? Потому что ее все-таки сейчас ассоциируют с такой, ну, с элитой, с такой богатой жизнью светской. То есть она, во-первых, хочет ли она это делать? И, во-вторых, как удастся убедить людей в том, что именно... Программа, предназначенная программа Ксении Собчак уже находится в стадии формирования и будет обнародоваться постепенно. Поэтому, я думаю, что проблем с этим на уровне идеологии Ксении Собчак не будет. Но важно, что Ксения Собчак признает необходимость упразднения суперпрезидентского государства, которое сегодня существует, и перехода к парламентской демократии, что для России, на мой взгляд, является жизненно важным. В то время как Алексей Навальный этого не признает. Он хочет сохранить президентскую вертикаль власти в существующую. И сегодня, пусть и несколько подрихтовав ее, сделав ее косметический ремонт. Что вы будете Ксении Собчак советовать, если она будет спрашивать, как биться всеми этими делами? Там война, приватизация, там воробство, коррупция. Вы говорили, Навальный призывает к тому, чтобы разобраться. Какой ваш будет совет Ксении? Она, естественно, сама решит. Но что бы вы ей заветовали? Да, решит она сама. Я вижу, что, конечно, борьба с коррупцией необходима. Но череда посадок, пусть даже влиятельных людей, ничего не решит. Сегодня и в путинской России постоянно сажают то министров, то губернаторов, то крупных бизнесменов. Однако уровень коррупции нисколько не снижается. Ибо коррупция и следствие сложившейся системы власти. Ее полно ни под контрольность, ни под отчетность. Поэтому сначала нужно поменять систему власти, как минимум на двух уровнях. На федеральном, перейдя к парламентской демократии, при которой президент не имеет отношения к формированию исполнительной власти. Ибо на региональном уровне восстановить федерализм, при котором регионы будут сами формировать свои органы власти без вмешательства федерального центра. Президенту же как раз можно было бы делегировать функцию формирования судебной власти. Что сделало бы третий ряд власти реально независимой от первых двух. Точечными ударами, даже посадками очередной группы влиятельных людей проблема коррупции в России не решит. Это для меня очевидно, поскольку много из этого делается уже и при Путине. Но еще раз повторю, уровень доимствия не снижается. Станислав, меня очень удивили ваши интервью на прошлой неделе, потому что я вас знаю, Станислав Бельковский, политический лев, или тигр, скажем так. А тут я вдруг увидел вроде вегетарианца, как меня, но я не политический вегетарианец, но по жизни. Где вы вдруг говорите, не надо Путина там лично атаковать, беда России не в Путине, а беда в народу. Что такое вегетарианский подход вдруг к президенту? Я говорил не в качестве эксперта штаба Собчак, а в личном качестве. Я не утверждаю, что эта позиция Ксении Собчак или она должна быть таковой. Вполне возможно, что нет. Что же касается моей точки зрения, то да, я согласен, что Владимир Путин виноват во многом в сегодняшней России, в развитии совершенно не той системы, которая начала формироваться еще при Борисе Ельцине, в середине 90-х годов минувшего века, и в милитаризации страны, и в войнах, и в санкциях, все это вина Путина. И надо жестко критиковать его и его политику, но все-таки еще важнее для меня как публициста, и прошу прощения за это слово, его нельзя употреблять в отношении к тебе, но я употреблю мыслителя, это заглянуть в собственную душу и увидеть там, собственно, те предпосылки, которые ведут к постоянному воспроизводству авторитаризма и более того, тоталитаризма на российской почве. Основная предпосылка это наше тотальное сознание, которое в частности эксплуатируют и оппозиционные кандидаты к президенту, включая Алексея Анатольевича Навального. Я надеюсь, что Ксения Анатольевна к этому оперировать не будет. Но все-таки тут вас не крает вопрос, можно ли продать слона с таким настроением, то есть если в предвыборной борьбе говорит, что вот народ виноват, если я в Германии такой представлю... Это не текст Ксения Собчак, это мой личный текст. Но все равно вы воспринимаетесь как ее представитель. Ну, все-таки у Яглево есть и другие представители, я не воспринимаюсь как ее эксплуатированный представитель, а каждое мое слово не должно восприниматься как ее оппозиция. Нет, это не так. Я все-таки остаюсь независимым экспертом, помимо того, что я сотрудник штаба Собчак и могу говорить от себя лично и в данном случае говорю от себя лично, что Россия должна пройти через покаяние, как Германия. Пока этого не случится, не будет никаких тектонических, двигов и политических систем. Будет постоянная попытка посадить себя на шею диктатора, который отомстит предыдущим поколениям власти, деньги, имущих, и, так сказать, устроит ту же систему, только на новом витке диалектической спирали. Пока мы сами не покаемся за наши исторические ошибки, кардинальных двигов не будет. Тут я полностью с вами согласен. Это напоминает тот старый советский анекдот, что человек работает на заводе, где швейные машины выпускают, а он все детали ворует и все калашников. И тут какую демократию бы ни построить, все время получается авторитаризм. И тут надо конвейер менять, то есть надо принципиальный подход поменять. Тут я с вами, увы, полностью согласен. Это действительно, наверное, вопрос ни одного поколения. Последний вопрос по выборам и перейдем к международной политике. Я знаю, тяжело, но все-таки скажите, Диапасон, сколько процентов наберет Ксения Анатольевна, сколько Путин? Ну, Путин, я думаю, наберет от 60 до 70 процентов. Что касается Ксении Анатольевны, то всякий прогноз здесь неблагодарен, компания только начинается. Я лишь могу сказать, опять же, от своего имени, а не ее, какие я бы видел установочные параметры компании, к чему надо стремиться. Я думаю, что программа «Минимум» это преодоление так называемого барьера Прохорова, то есть количество голосов, которые получил Михаил Прохоров на президентских выборах 2012 года, это 7,98 процентов голосов, а программа «Максимум» это преодоление того, что я называю барьер неоднозначности, то есть переход к двузначному числу голосов, то есть получить 10 и более процентов. Ого! Будем в марте смотреть... Я считаю, задачи при правильно проведенной кампании реалистичными, цели достижимыми, но поймите правильно, компанией руковожу не я, в президенты баллотируюсь не я, поэтому здесь я излагаю лишь субъективную точку зрения. Переходим к действующим президентам. На прошлой неделе в Вьетнаме должна была произойти встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, и в России об этом уже многие писали, потом Трамп отказал Путину, и многие говорили, что вот это пошучено, что русская страна неправильно себя вела, то что уже заранее говорила, что это будет. Как вы оцениваете этот отказ, то, что Трамп показал Путину холодное плечо? В этом отказе есть объективные и субъективные стороны. Объективная сторона в том, что нет повестки для обсуждения, нечего обсуждать. Правильно? Поскольку позиции сторон по многим вопросам полярно противоположны, и примирить их на уровне заочного общения не удалось. А субъективная сторона стоит в том, что Дональд Трамп в США все более подвергается критике за то, что он якобы был поддержан России и во время предвыборной кампании, в том числе путем кибератак на Америку. И он должен демонстративно дистанцироваться от Путина, чтобы не давать новых поводов обвинить его в излишне теплом отношении к российскому правителю. И что-то... То есть тогда российская сторона плохо это подготовила тем, что как бы создала впечатление, что эта встреча точно будет. Надо было себя тише немножко вести, да? Ну, понимаете, российская сторона выслуживается перед Путиным, скорее чем добивается каких-то объективных результатов. Для российского чиновника важно, чтобы Владимир Путин был доволен его деятельностью. Поэтому я думаю, что Министерство иностранных дел, служба протокола, президенты и так далее, докладывали Путину, что все готово, а потом доложили, что все сорвалось в последний момент из-за происков врагу. Хотя на самом деле, видимо, все готово и нет. Но заранее говорить об этом президенту значило навлечь на себя его гнев, чего русский чиновник позволить себе не может и будет небезопасно для его карьеры. То есть ловушка авторитаризма в данном случае. Конечно, абсолютно. Как вы думаете, авторитарные люди становятся заложником той системы неправды, которую он сам создал. Как вы думаете, настолько в Кремле сейчас довольны отношениями с Трампом? Люди, которые трезвы, конечно, ими недовольны. И понимают, что отношения хуже не надо. Но Владимир Путин здесь сделал хорошую минутику в плохой игре и убеждает всех, в том числе самого себя, и даже в первую очередь самого себя. То сделать ничего нельзя. Это результат агрессии Америки в разных формах, в качестве мести, за то, что Россия якобы стала столетной. И что виноваты не мы, это не мы анонсировали Крым. Мы спасли его от оккупации войсками НАТО. Это не мы ввели войска на Донбасс, по мнению Путина. Это всякие ополченцы и добровольцы спасали себя от геноцида со стороны украинских властей. И так далее, и так далее. То есть в понимании Путина, причем в понимании искренне, поскольку человек рано или поздно начинает верить в ту ложь, которую генерирует, маска прирастает к лицу. И маска у Путина приросла к лицу. Я не имею в данном случае бутерс и другие косметические процедуры, которые на российский лидер проходит давно. Путин считает, что мы жертвы агрессии. Сделать ничего не можем. Можем только стоять на основе, противостояние этой агрессии. А поэтому продолжать милитаризацию и конфронтацию. Вот очень интересен ваш взгляд. Я всегда считаю, что Путин действительно верит в то, что он под нападением, что Запад ведет гибридную войну против него. Вы согласны, или вы считаете, он играет в это? Нет, я только что сказал, что я согласен, что маска приросла к лицу. Если там несколько лет назад он мог в это играть, то сейчас он полностью убежден в том, что Россия является объектом агрессии, а не субъектом. И что все агрессивные действия российского международного наряда ответные, они инициативные. Все-таки в начале показалось, что у него большие надежды на Трампа. Многие писали о том, что он считает, что он может им управлять. Но сейчас все-таки кажется, что некоторые раз очарования, или это я ошибаюсь, это взгляд из Германии? На самом деле надежды на Дональду Трампа и нет. Они существовали только в области пропаганды. Нужно было показать, что вот столь нелюбимая на Михаилове Клинзон проиграла. А значит, Путин вновь победит. Но это сам Путин так не считал. Он понимал, что при Дональде Трампе ничего качественного не изменится и может быть только хуже, просто в силу объективной логики эволюции российско-американских отношений, которые не слишком зависят от фигуры американского президента. Президент пусть и могущественен, но далеко не так могущественен, как Путин в России. Он ограничен целой системой институтов. И хотя Путин сам не привык к работе в институциональной политике и не понимает, как работают институты. И поэтому он не считает, собственно, Трампа, он не уважает Трампа как царя, потому что он понимает, что Трамп не царь. Вот он Путин, это царь настоящий. Трамп не настоящий. Пусть Россия не США, страна гораздо менее существенная, не в том числе и на международной арене. Но за то, что она управляется железной рукой одним человеком. А не такого бардака, чтобы любой федеральный судья мог отменить указ Трампа, а прокурор предъявить обвинение ближайшим его советникам, мы не допустим. Поэтому у нас-то все хорошо. А в Америке хаос. Он пепленодственник. И, собственно, Кремль скорее даже готовился к победе Хиллари Клинтона. И назначение Сергея Кириенко кремлевским куратором внутренней политики во многом было связано с тем, что Сергей Кириенко имел опыт, будучи главой концерна Росатом, коммерческого взаимодействия с семьей Клинтона, когда дочерняя компания Росатома покупала Uranium One североамериканского производителя урана, а Хиллари Клинтон, которая была в то время государственным секретарем США, это сделки способствовали, что сейчас, как мы знаем, является поводом для нового скандала, инициируемого уже окружением Трампа. Поэтому победа Трампа тоже была несколько неожиданной для Путина, но он был очень рад, что далась бой американская демократическая система и получил пощечину американский эстеблишмент, почти поголовно поддерживавший Хиллари. Мы знаем даже, что все ныне живущие кандидаты в президенты республиканцы голосовали за нее. Настолько велико было русское влияние на выборы в Америке и настолько велико русское влияние сейчас в Европе и в Германии, на ваш взгляд, гибридная война? На мой взгляд, влияние это невелико. Было и в Америке, невелико оно и в Европе. Но важно, что арсенал средств, которые может применять Россия, он уже далеко выходит за рамки конвенционально. Вот недавно, например, получил убежище в Российской Федерации главный официальный организатор неудавшегося переворота в Черногории. Тем самым Россия подтвердила, что она имеет к этому отношение. Это значит, что Россия может вести гибридную войну самыми разными методами, включая содействие переворотам, включая покушение на политиков. Скажем, Россию подозревали в причастности к организации тоже неудавшегося, но планировавшегося покушения на самого влиятельного политика Молдовы бизнесмена Владимира Плохотнюка в этом году и так далее. Поэтому можно ожидать всего. Можно ожидать самых неприятных эксцессов. Это не значит, что эти эксцессы окажут какое-то системное влияние на западную демократию и под влиянием России западная демократия рухнет. Нет, я в это, естественно, не вижу. Но некоторое количество неприятных минут, часов и дней из-за российских усилий еще, возможно, Европе и Америке придется пережить. На этом фоне очень интересно, что Гадаби в Германии особенно вообще не хотели признавать, что любое русское влияние есть. И сейчас уже частично обратная реакция, что во всем виноват Путин. И то, и другое, на мой взгляд, абзурдно. И то, и другое еще многие верят. Время подшимается, Станислав. Самый последний вопрос. Прошу максимально коротко ответить. Сейчас европейское сообщество договорилось, что состав свою армии, что это будет? Без суби-тигр или все-таки это будет элемент в международной политике? Фактор? Ну, это, конечно, будет существенный элемент международной политики. И Россия способствовала объединению усилий европейских стран в военной сфере, чего не было бы без российского вмешательства в Украине в других странах последних трех с половиной лет. Но современная гибридная война это не война армии с армией. Это многообразная война, где есть место и диверсиям, и терактам, и частным военным компаниям, и кибератакам. Поэтому само по себе создание новых вооруженных сил совершенно не исключает продолжение гибридной войны с Россией, которая уже идет давно. Спасибо огромное. Я напоминаю, что вы смотрели программу. Спасибо, Станислав. До свидания в Москву. Всего доброго. И до свидания вам, дорогие телезрители. Вы смотрели программу по-русски с немецким акцентом. Смотрите нас каждую субботу в 20.30 или в интернете на сайте www.rtvd.de или на сайте в Фейсбуке. До свидания на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова